Дамы и господа, друзья, всех вас горячо приветствую! Сегодня я представляю вашему вниманию Джили Маджара. Да, на канале уже есть такой автомобиль, но он не русифицированный, поэтому эти иероглифы разбирать тоже никто ничего не понял. В комментариях написали, Алексей, если ты уважаешь свою аудиторию, найди, пожалуйста, русифицированный автомобиль. Вот, пожалуйста. Такое авто вы сможете приобрести в автосалоне Автогран. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Устраивайтесь поудобнее, как обычно. Расскажу, покажу, покатаемся, все дела. 2023 год. Только что пирожок приехал, помыли, прибрались и все. И вот он уже стоит на продаже. 4 миллиона 300 тысяч рублей. Да, это сложно понять, сложно принять, но люди покупают, понимаете. Даже за миллион 200, за миллион 300, за полтора в минималке гранту будут брать, друзья. Вот те люди, которые пишут комментарии, то есть это совершенно отдельная каста. И те люди, которые покупают автомобили, просто я вижу, да, за миллион 100, за миллион 200 берут гранту. Почему? Потому что человек работает, у него семья, ипотека, кредиты. Нужно и детей кормить, и жену содержать, и самому как-то крутиться. И он за миллион 100, за миллион 200 берет эту гранту. Он не берет был автомобиль, он не хочет на сервисе прикалываться, понимаете. Жизнь некоторых людей заставляет брать гранту за лям 100, за лям 200. Поймите правильно. Потому что реальность и виртуальный мир – это две разные составляющие. Они не пересекаются вообще. Можете написать, конечно, что это дорого, что гранта там это за оверпрайс, дропнули нам непонятно какую тачку. Я, в принципе, с этим тоже согласен. Но когда, так скажем, жизнь тебя заставляет и учит чему-то, там уже слова бессильны, ты просто делаешь. Потому что жизнь тебе все подскажет. Итак, 2 литра на полном приводе, 238 лошадиных сил в хорошей комплектации. Есть все, ну вот просто от, так скажем, самых-самых именитых брендов. Ну что, многие сейчас начнут, наверное, говорить, Алексей, это же Вольво, это же Вольво. Ты посмотри технологии Вольво, насколько он надежный. Это же любовь с первого взгляда. Да и ничего страшного, что это 4 миллиона 300 тысяч рублей. Я вот катаюсь на XC90, сейчас поменяю, заберу. Возьму себе вот этот Джеремаджаро, почему бы и нет. И я вас прекрасно понимаю, друзья. Да, забирайте, классная тачка. Просто бомбически едет. Вот такой ключ. Еще здесь такие вставки интересные. Я еще этот узор, честно скажу, не разгадал, но попытаюсь разгадать. От бренда Gili мы еще увидим, я думаю, много автомобилей, седанов и кроссоверов. И каких-то больших авто наподобие Infiniti QX56. Я в этом более чем уверен. Может даже по размерам чуть больше. Land Cruiser 300 будет автомобиль к нам приедет. И это будет тоже здорово, друзья. Тоже здорово. За 8, за 9 миллионов рублей. Пока вот у нас главенствует здесь Zikr, да, в данном случае. Но у нас по городу катаются просто как заведенные эти автомобили. Посмотрим, будет видно. Сейчас возвращаемся к Gili. Мне как-то написали в комментариях, ребята, что, слушай, Алексей, ну ты смотришь на Cherry Brand, да? Что не новая модель, то у них новый бренд. Все уже запутались. Jetour. Это тоже Cherry, КАИ, Cherry и так далее, и так далее. Сами уже назовете. Да, я тоже, если честно, уже запутался. Где там Cherry, кто там, чему, кому, там, что кому пообещал, что кому должен. Уже сейчас на самом-то деле непонятно. Но суть не в этом. Суть в том, что автомобили сейчас стали хорошие, красивые внутри и снаружи, высокотехнологичные. Поэтому стоит брать определенно. Сейчас я приближаюсь. И скорее всего он активирует такую функцию. А нет, смотрите-ка, ну-ка, так, да, раскладывает. И чтобы закрыть, здесь еще такая двойная штука. Вот так все происходит. Быстро, да. Хром налепили. Сразу чувствуешь, какая шумка. Здесь подсветки дверей почему-то нет. Доводчиков тоже нет, массажа нет. Как понимаете, системы ночного видения нет. Просто аудиосистема Infinity. Везде все написано красиво. Контары, зеленые вставки, вот прям для лягушонка какого-то точно. Ну, прям не сильно болотного цвета. Все красиво, да. Смотрите сами, какой интерьер, какие дисплеи. Уф, какая подача. Как закрывается, все сдвигается. Что ж, 2 литра 238 лошадок. Ууу, как все красиво. Здесь беспроводная индукционная зарядка для телефона. Безусловно, присутствует. Ключи сюда, припаркую на это место. Пожалуйста, все русифицировано. Можете просматривать. Телефон, мультимедиа, темы менять. Конечно же, вот смотрите, темы разные есть. Есть даже купленные темы. Там, скорее всего, магазин, приложение. Имеется. Ох, как все непросто, как все непросто. Вот нажимаем на применить. И, в принципе, вот можно все вот так рассматривать. Пожалуйста, вот меняю. Таким образом. Обои, заставка, пассажир о программе. Давайте посмотрим, какие обои. Ох, вот это мне прям нравится. Это прям как... В какой-то суперинтересной игре. Дальше у нас есть системные настройки, понятное дело. Видите, вот звук, допустим, Wi-Fi тоже доступно. Здесь, наверное, тонокомпенсация, шумоподавление. Такие функции тоже предусмотрены. Система. Измерение и так далее. Дальше это у нас автомобиль. Как видите, тоже вся необходимая информация. Регулировка сидений. Здесь голосовой команды. Интересно, есть проекционный хедсап дисплей тоже. Система безопасности, понятное дело. Смотрите. Lane Keeping Assist. Вот система LDP. Вот тут все показано. Невозможно как-то ошибиться даже, если проезжает непосредственно велосипедист. Вы будете на чеку в данном случае. Интеллектуальная рекомендация при парковке. В общем, освещение, пожалуйста. Тип подсветки, атмосферная подсветка. Можно все поиграть конкретно. Давайте зеленый поставим тоже. Мерцающий свет настройки автомобиля. Безключевой там. Чего здесь только нет, друзья. Тут даже, наверное, Volvo. Такие ребята из Volvo сядут в этот автомобиль и скажут, что вау, тут китайцы вообще просто превзошли даже нас. Как так? Ты посмотри, что они творят. Тут просто ни в какие рамки не лезут. И как вот это объяснить? Непонятно. Это технологии. Дальше фото, обновления, YouTube, Spotify, музыка, автопарковка. Вот что-то еще здесь. App Gallery. То есть, это если у вас китайский телефон, так как менов не надо, не надо, не надо. Вот так. Зайдем. Пожалуйста. Тут какие-то системные настройки. Есть навигация. Яндекс.Навигация. Похоже, с установлены здесь. Такой же экран. То же самое отображается. Практически. Ну, по такому режиме дисплея быстродействующие. Моментально все происходит. Смотрите. Открыть стекла. К сожалению, я не умею выполнять такую команду. Ого, до этого открывала. Сейчас она уже не умеет. Разучилась. Сейчас я в режим обучения тебя. Сначала в дежурный режим переключу, а потом в режим обучения. Мадам. Открыть окно. Опускаюсь стекла. Притом я не говорил, что со стороны именно водителя. Она сама определяет. Смотрите. Открыть все окна. Стекла, видите, уже говорит. Интересно. Открыть багажник. Вот такие голосовые команды. Нет, понятное дело, что она там с вкусной точки ничего не закажет. Да, но все же можно попробовать. Закрыть багажник и стекла. Поднимай стекло. А я же сначала сказал, а, то есть она не многозадачная. Ну, ты, конечно, мадам, даешь. Закрыть багажник. Все окей, ну, вот так. Слава богу, все произошло. То есть одну команду только можно выполнять. QR-код, климат здесь все. Знаете, когда сел, я вот, честно сказать, не понял, как отрегулировать. Вот громко сразу такой. Как, как, как. И вот здесь он, оказывается, находится. Такое дело. Здесь у нас режимы. Так, смотрите. Комфортный режим. Спортивный режим. Ох, анимация. Прям снег. Экономичный, интеллектуальный, внедорожный. Чего здесь только нет, да? Не то, чтобы здесь поигрался. Да, просто пользуешься и наслаждаешься дальше. О, как все сделано, друзья. Вот это закрытие-открытие, как все сделано. Мне прям нравится. Здорово. Сидение здесь, какая-то надпись такая. Вот эти места, конечно, да. Действительно достойный автомобиль. Получился хороший, свежий продукт. Диодная подсветка. Здесь тоже все мягкое. Валькантаре, салонное зеркало заднего вида. С автозатемнением. Камера здесь. Пожалуйста, вот такая диодная подсветка электро. Люк, шторка автоматическая сдвигается для вас. Здесь тоже подсветка аккуратная находится вот здесь. Она микрофонный для хэнс-фри. Какой приятный потолок здесь. Просто балдежная тема. Ну что ж, давайте, наверное, уже прокатимся. Я вам расскажу, что да как. Вот так у нас включается. О, слушайте. А ремешок-то с преднатягом ушел, натянулся. Это все безопасность. Так все можно у нас конфигурировать. Электромеханический стояночный тормоз нашего. Здесь мягкие, аккуратные накладки. G-Pilot тоже работает в штатных режимах. Классная система. Вот это плавность хода, конечно. Вот это мне нравится. Это нечто такое, что заставляет тебя даже как-то всплакнуть, что ли. Потому что, ну вы посмотрите, какой уровень у китайских производителей. Я недавно в городе у нас увидел хун ци. Это такой, можно сказать, топовый автомобиль. Дизайнер Роллс-Ройс его рисовал. Я такой, вау, хун ци. Я такой, вау, я такой себе тоже хочу хун ци. Подарите мне кто-нибудь хун ци. Да, слушайте, это же, это надо ведь еще достичь таких результатов. Вот это джили-манжаро, вот эта подвеска, вот эта рулежка. Я без преувеличения, без сарказма об этом говорю. Та же вот эти там метры, да, благодаря которым есть возможность как-то оценить ходовые качества. Ох, фантастик. Как все настроили. Не то, что большие, молодцы. А тут прям максимум, максимум нужно их хвалить. Хедсап дисплей еще такой классный. И все, как надо, выводит. Вау, просто. Радиус разворота тоже прям не особо большой. Это настолько готовый продукт, что можно прям всем знакомым рекомендовать без преувеличения. Вот это все зашимано. Как оно отрабатывается. Все, сзади многорычажка просто. Каждый миллиметр ты чувствуешь. Это, конечно, настройки заводские. То есть, столько настроек будет хватать любителям драйва и любителям непосредственно, кто хочет получить максимум комфорта. И он размеренный. Он в некоторой степени дает тебе ощущение некой какой-то суперсвободы. Вау. Слушайте, я прям под впечатлением. Настолько продуманный автомобиль. Это как вообще? Это такое возможно? Такое вообще бывает? Даже абстрагируясь, несмотря на вот эти дисплеи, это что-то необычное. Это определенно что-то необычное. И динамика, главное, же не подкачала. Слушайте, 238 до налогового. Ну, он просто фугляет. Вау. Сидушки сзади не были закреплены из-за ремня. И они, смотрите, отвалились. Вот я поставлю как надо. Ничего страшного. Хо-хо-хо. Вот это динамика, друзья. Ну, чисто по ощущениям 0,100, наверное, где-то около там 8 секунд. Может, чуть быстрее даже. Вот это, конечно. Так, назад. Ну, ладно, в общем, когда там буду вам все показывать, поставлю. Видите, из-за ремня до конца не закрепили, поэтому они немножко вперед ушли. Сидушки. Да, да, вот этот материал. Вот эта кожа классная. Вот эта строчка очень интересная, замысловатая. Вот здесь держалку аккуратно. Здесь USB Type-C Type-A, пожалуйста, бардачом для вас, можно сказать. Такой импровизированный. Посмотрите, насколько они подходят к оформлению интерьера. К оформлению интерьера. С каким вот чувством дизайна. Понимаете, вот интерьерщики, которые рисуют этот автомобиль. Это прям парни и девчонки, которым, наверное, какие-то границы постоянно приходится раздвигать. Я так думаю. Здесь мультируль, вот все необходимое, там, свяжение за разметкой. Все дополнительные функции, которые направлены на безопасность. И две позиции памяти. Пожалуйста, центральный замок для вас. Здесь двойные стекла, шумка просто идеальная. Все автоматом, понятное дело, происходит. Вот так все складывается. Ты практически ничего не слышишь, да. Ух ты, как круто. Но ручная регулировка для руля. Вот так, скошенная нижняя часть. Вы знаете, руль здесь таким образом устроен, как на дорогих авто. С-класс Аудио 8, 8-майсери. То есть, здесь отдельная часть идет. И вот здесь уже, где, можно сказать, лицевая часть, внутрянка. Это прям очень классная кожа. И лицевая это еще интереснее кожа. Пожалуйста, у вас здесь вообще зеркало какое-то. Вот это качество, конечно, да. Преодолеть стереотип, что это китайский автомобиль и все. Да, остался только маленький шаг на пути единения с этим автомобилем. Датчик света, понятное дело. Датчик дождя здесь установлен. Все есть. Сидушки, слушайте. Честное слово, я прям даже выходить не хочу. Я прям даже выходить не хочу. Здесь под золото что-то сделали. Сидушка услужит, воздвигается. Как на BMW, наверное. Скажу, да, два раза. Раз, два, тысячи воздвигов с регулированием угла наклона фор. Здесь GV, электрорегулировки. Максимально услужливый автомобиль, который вот прям располагается к себе. Ты уже потом отвернуться не сможешь и сказать о том, что, слушай, эта тачка не та, она мне не понравилась. Я не хочу ее покупать. Как от этого отделаться? Вот здесь как все сделано чисто тактильно. Диапазон регулировок очень широкий. Спинка и подушка все продумано. Развитая боковая поддержка. Здесь у вас полный арсенал для зарядки. Можно переходники взять еще. Все в накладках. Чисто все. Прям подушки безопасности везде. Активные подголовники регулируются. Здесь им небезопасности также. Пожалуйста, хром, глянцевый пластик, рояльный лак у вас здесь. Какие диски, а? Какие диски. 20-е уже. 20-е. 245 на 45-ом профи. Вот это, да. Вот это красота задняя. Шикарная многорычажка. Смотрите, какая шумка колесных арок, а? Просто бомбическая. Ну что ж, готовый продукт. Готовый продукт. Камера 360 градусов. Диодный указатель. Все, прям диодная подсветка. Скорее всего, с проекцией здесь надпись Джили будет, я так думаю. Притом он пришел весь упакованный в пакетах. Красиво, нарядно. Вау, друзья. Я бы себе, вот честное слово, если бы я располагал такой суммой на данный момент и хотел бы новое авто. Но почему нет-то? Почему нет? Почему все до сих пор сомневаются? Но как так, друзья? Камера переднего вида. С таким 5D эффектом здесь эмблема Джили. Ну что ж, вот так поднимаем. О, наконец-то алюминиевый капот, друзья. Алюминиевый капот. Авиационный алюминий, наверное, сюда поставили. Наконец-то. Не знаю, для меня это прям удовольствие. Я не прошу карбоновый капот, но алюминиевый капот все. И они прям задобрили меня максимально. Алексей с канала Мега Реттер задобрен максимально алюминиевым капотом. Наверное, алюминиевые крылья здесь. Либо пластик может быть какой-то суперкрупой. И, наверное, крышка багажника, возможно, алюминий. Вот если это так, я прямо нет-нет. Наверное, не алюминий. Но нужно посмотреть все-таки еще. Камера тоже 360. Посмотрите, сколько хрома. И при том, с хромом не переборщили. Это вот прям как надо. Как девушка идеально накрасилась. Она не переворщила с макияжем. Вот здесь тоже самое. Ах, красота. Ну что ж, вот рядная четверка. Вот с такой пластмассовой штукенцией. АКБ здесь. Фьюзбокс, ВВЛ электронный блок. Воздухан. Турбо-турбо-горячка. Интересно. И вот он спрятан. Да, да, да. Помпа, термостат, стартер-генератор. Все надежно. Расширительный, пожалуйста. Здесь стекло-мывающая жидкость. Маслозаливная горловина. И где щуп? Возможно, здесь даже электронный, но и механический тоже должен где-то быть спрятан. Смотрите, сколько шумки здесь проложили. Пожалуйста, вот такая подкапотка. Сюда залезет и, в принципе, V6 спокойно. Все в пластике, на клипсах. Закрыто аккуратно. Чинно и благородно в этом автомобиле. Клиренса здесь более чем достаточно. Не знаю, могу ошибаться по поводу. Может, просто это не алюминий, но напишите в комментариях, все-таки алюминиевый капот или нет. Сколько хрома. Как красиво все здесь сделано-то, друзья. Ох, отсюда сетку нужно будет в любом случае ставить, потому что сотые ячейки вот эти крупные. Оптика, как видите, все на диодах. Может быть, даже на адаптиве. Линза красивая. Напишите, сколько стоят вот эти фары, потому что я догадываюсь, что они будут недешевыми в случае ДТП. Ну, снимать их не будут, как на Туареге, как на Каене, да? Но все же, как бы вот эта тема дорогая. Да посмотрите сейчас на Весте, наверное, сколько лады стоят. На Весте лады стоят. Вот я сказал, вот я сказал. На Весту сколько фары стоят. Все уже, потому что это не первое видео, у меня я заговариваюсь по полной программе. Дальше. Давайте я вам покажу второй ряд сидений, как там классно. Ага, так, сдвину и... Опа! Вот так уже никуда ничего не уйдет. В данном случае климат. Здесь активация, как видите, у нас все так происходит. USB для зарядки, нет Type-C Type обыкновенные сетки. Вот как это все здесь сделано красиво. Вот когда изумительно все делают, оно и так чувствуется, понимаете? Вот без преувеличения ты это чувствуешь сразу. Здесь нет даже, как говорится, варианта елозить и что-то преувеличивать. Вот как есть, так и говоришь. Прям классно сделанный автомобиль. И места очень много, места очень много. Смотрите, ух, с какой подачей они все это делают, а? Место, посмотрите, вот при моем росте, в 188 сантиметров. Место в ногах, ого-го! Здесь пластик практичный. В плечах, над головой. Будь здоров, будь здоров, друзья! Сколько здесь места! Посмотрите, какой высокотехнологичный автомобиль. Закачаешься, закачаешься, конечно. То ли еще будет, друзья, сейчас подождем чуть-чуть. Вау, услужливо! Ветер закрывает, ветер, друзья. О, то ли еще будет, подождем. Из пластика, 95-й минимум. Потому что-таки турбо, 2 литра. Здесь, видимо, полный пивод. Или еще какая-то надпись. Вот так все открывается. О, световой эффект, видите, да? Красота! Здесь розетка, подсветка аккуратная, шторка. Пожалуйста. Дальше что-то еще. Хо-хо-хо! Вы это видели, да? Вы это видели, чего здесь только нет. Фантастика! Багажник хороший, погрузочная высота тоже просто идеальная. Ну и вот так все закрывается. Я под большим впечатлением от этого автомобиля. Здесь все на диодах. Камера заднего вида. Все тоже на диодной подсветке. Давайте нижнюю часть вам продемонстрирую. Готовый продукт. Вы знаете, если бы в наше время жили бы поэты, действительно, мастера своего дела, они бы, наверное, передвигались исключительно на вот таких автомобилях. Почему? Потому что максимум вдохновления они дают. Максимум. Это не описать словами. Это нужно чувствовать. Это нужно пропустить через себя. И тогда только ты поймешь, насколько ценен, хорош и уникален этот джили Маджара. Да, красавчик. Красавчик. Меня удивил, порадовал. Закрываю. Сейчас, на данный момент, он ждет своего новоиспеченного владельца, который будет ухаживать за этим прекрасным продуктом из Китая. Высокотехнологичным, красивым, поджаром, стройным, модным, умным. И, конечно, образованным. Вот это, конечно, прям пять дипломов сразу залепили. Здесь даже и не сомневаешься в том, что этот автомобиль прослужит тебе долгие годы и подарит максимум удовольствия. Если вы семейный человек, он для вас. Если вы еще только на пути, он тоже для вас. Если вы молодой парень или девчонка, забирайте, не пожалеете. Вы для себя потом еще столько с этим автомобилем откроете разных вещей. О, друзья, это как в отношениях. Каждый месяц новые сюрпризы, новые пируэты и, конечно же, новые моменты, связанные. И счастьем мы сборим. Пока живем, все будет, друзья. Все будет. И плохое, и хорошее. Жизнь, она проходит очень быстро. И с плохой составляющей, и с хорошей. Но, конечно же, нужно стараться и тянуться к хорошему. Окружать себя хорошим. И в вашей жизни будут происходить приятные моменты. Как и этот автомобиль Gile Manjaro. Высокотехнологичный, красавчик за 4 миллиона 300 тысяч рублей. На этом все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что выбрали мое видео. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Солбула Госдуслар.